Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество французского писателя Жозефа Анри Рани Старшего. Жозеф Рани Старший – выдающийся французский писатель и поэт, чье творчество оказало значительное влияние на развитие литературы. Рани Старший прославился своими произведениями, которые отличаются особым стилем и глубокой тематикой. Жозефа родился 17 февраля 1856 года в Брюсселе, где и провел свое детство. Он получил хорошее образование, увлекался физикой, химией, математикой и другими естественными науками. Когда исполнилось ему 18 лет, он женился и уехал в Лондон, где устроился преподавателем в одной из учебных заведений, а позже работал на телеграфе. Любовь к книгам подталкивала его к литературному творчеству, и вскоре он написал небольшое произведение, которое не относилось к жанру фантастики. В скором времени Рани Старший решил обосноваться в Париже. В 1887 году вышла его повесть «Ксипихузы». Это произведение было доброжелательно встречено читателями и критиками. Сначала писатель подписывал свои произведения, как Ж.А. Рани. Затем, когда в Париж переехал его младший брат, они стали писать совместные произведения и издавать их под тем же псевдонимом. Первой общей публикацией братьев стало произведение «Манифест», которое было опубликовано в 1887 году. Совместное творчество братьев продолжилось до 1908 года. В произведении «Нимфия», вышедшем в 1893 году, Рани Старший повествует о неизвестном науке племени, которая приспособилась к жизни водной среде в большой степени, чем на суше. В 1895 году вышло произведение «Другой мир». Здесь автор говорит о том, что человечество на Земле не одиноко, и на планете живет множество разных невидимых и неосвязаемых существ. Проявление этой жизни способен видеть только человек-мутант, обладающий сверхспособностями. Однако в скором времени между братьями случилась ссора. По официальной версии, причиной конфликта стали различия в характерах братьев. Так, в литературе появилось два отдельных писателя – Рани Старший и Рани Младший. Однако только Рани Старший вошел в историю французской фантастики и мировой литературы многими своими произведениями. В 1908 году вышло произведение Рани Старшего «Смерть Земли». В книге впервые описываются представители неорганической феромагнитной жизни, которые внезапно вторглись на Землю. В скором времени писатель был принят в состав комиссии, которая занималась присуждением гонкуровских премий. Членом этой комиссии Рани Старший оставался до самого конца своей жизни. Доисторические романы писателя продолжали пользоваться огромной популярностью. В 1909 году был издан роман «Борьба за огонь». В 1928 году – «Гигантская кошка». А в 1930 году – «Хельевор с голубой реки». Однако основным направлением творчества Рани Старшего была фантастика. Писатель был одним из творцов жанра романа «Катсастров». В своем произведении «Таинственная сила» Рани Старший изобразил встречу Земли с эфирным потоком, который вызвал новый ледниковый период. Произведения французского писателя отличаются интеллектуальным богатством и высокохудожественным исполнением, благодаря чему Рани Старший является одним из первых литераторов, творивших на французском языке, который сумел оторваться от литературы детских фантазий и создать произведения подлинного научно-фантастического жанра. В России публиковались в основном доисторические произведения Рани Старшего. Особенно популярными романами стали «Борьба за огонь», «Пещерный лев», «Вамерех». Фантастические произведения Рани Старшего оказались не столь популярными, и на русский язык были приведены всего несколько рассказов и романов. За заслуги в литературе Жозеф Андрей Рани Старший в 1897 году был награжден Орденом Почетного Легиона. С 1926 года Рани Старший был президентом Гонкоровской академии. Произведения писателя и в настоящее время переиздаются на многих языках. Начиная с 1980 года во Франции вручается премия Жозефа Рани Старшего за лучшее произведение научно-фантастического жанра по двум номинациям «Новелла» и «Роман». Всем спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...